У которых тройка, значит, они могут это делать, они научаются, а есть которые не способны, у них тройка всего лишь, и они сплотят, таких 30% приблизительно популяции шингхонзе, и вот они смотрят на своих удачных собратьев, их называется аппликзе, потому что они не могут этого достичь. Когда я посчитал, вот исходя из этого вектора, ну а при разумных предположениях, то там получилось, что, значит, объем первой функции, он составляет вот где-то от 10 до 13, при разных предположениях, в этих случаях. Ну и, соответственно, вот этот фактор реал и перемножение дает способности шингхонзе. Ну и теперь мы понимаем, почему небольшое увеличение количества ячеек сравнительно в два раза, два с небольшим, дает гигантское отличие человека от других приматов. Это просто качественно другое состояние, хотя эволюционно они очень близкие, и отношение там, 3% разницы в теле, оно тоже присутствует. Ну вот, развитие в способностях психики и мозга, оно, конечно, потрясающее. Может, вопросы по этому? Ну, пока, в общем, все. Пока нет вопросов. Это такая тема необычная, конечно, я ее... Но она, как бы, находится в общем, в общем, в углу. Ну, а у нас есть вопросы у кого-то, Татьяна? Татьяна? Да. Татьяна? 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 Ну, теперь вот по поводу этих информационных вещей. Значит, удалось проследить их существование в оперативной электроды, именной памяти, в творчестве. Вот я назвал этот ряд медическим рядом, по аналогии с магическим рядом Миллера. Ну, это практически один из Каллова. Там есть еще один из членов этого варианта, 44. То есть, когда мы говорим уже про, добавляем, 5-й века, то следующие это 43-44 ячейки. Они тоже выявлены в институте, как с размещением стюглов, просто это более-таки, более экзотическое качество. Что интересно, что подробное разделение уже не по ячейкам, а по группам, оно известно хорошо, используется формально и вообще в создании рабочей группы. Значит, вот для примера, для примера, можно говорить, что группа 7-8 человек, это группа, которая замыкается на руководителя, он там со всеми контактит и дает всем труб. Группа 10-11 человек, то есть, там уже не только прямые указания, да, валютаристские указания по недоходителям, но там уже возникают некие групповые нормы. Так что, мы могу руководить не только указательными, но и какими-то правилами работы и поведения. Группа 17 человек, значит, это уже аналог творческой функции, то есть, руководить и норму поведения, и возможность самостоять, и на реагировать те или иные, значит, ситуации, которые возникают в процессе работы такой группы. Причем, наблюдают приведения на штуку, которые, ну, складываются в процессе работы. И, наконец, группа по 26-28 человек, она уже нуждается в минимум двух руководителях, то есть, которые соответствуют один из этих векторов, как и второй векторов, глобальности. И такая группа, она уже достаточно автономна и способна решать широкий спектр обладач. Интересно, что подробное деление есть в горном альпинизме, в горном трюме. Вот считается, что оптимальная численность группы для прохождения маршрута в сложности выше третий – это 6-8 человек. Если, ну, что тут более высокая категория, то вот эти категории сложности, рекомендуется числением 10-12 человек. А? Более низких категорий, да. А если группа новичков, то допустима группа на маршрутах уже первой сложности, численность 13-17 человек. При этом, возможно, допускается прохождение маршрута в более многочисленной группой в 25-28 человек. Но тогда необходимо наличие двух инструкторов. Обычно это делается опытным инструктором, и, ну так скажу, то есть это уже правило, которое, как говорится, сформировано и отточено многолетним опытом туризма. Это чисто эмбирические такие правила. Это называется «ритимная шишка». То есть, ну, есть еще, вот, один наш военный журналист обратил внимание, что подобной структурой существует деление в армейских структурах при решении реактивных задач. То есть, вот, это все связано уже с квантованием психоинформационного пространства объектива. Дорогие ячеек выполняют конкретные люди. Дальше. Ну, вот, это, значит, практика такая. И последний момент, вот, связан с тем, что первые творческие, они постоянно продуцируют эти числа. И мы проводили просто численные эксперименты, это легко увидеть. Вот, взять, например, Томик Струганских, братьев Струганских, или еще какого-нибудь писателя. И просто взять, посмотреть, какие числа упоминаются, вот, аномально много в этих произведениях. Так вот, в любом томике Струганских числа 27 и 17, где, там, да, количество людей, еще каких-то событий, они упоминают многие 50-х раз. Там, 30, 40, 50 раз. Что, ну, на фоне других чисел, это выглядит просто сильной аномалией. Ну, то же самое у других писателей. Я брал для примера представителей фантастов, например, тот же Станиславлея, или другие. Там эти числа тоже постоянно фигурируют. Потому что, а вот числа 16, 17, 26, 27, они именно связаны с творческими функциями человека, и они постоянно фигурируют в подсознательном виде. Ну, в качестве такого, как бы, объема, объема или числа для принятия какого-то решения. И вот просто надо будет опубликовать эту статистику по разным писателям, что очень четко выделено. Даже, даже вот, я когда-то одно время разлетался, просто, когда смотришь фильм, ты просто для себя отмечаешь всякие числа, которые упоминаются по ходу фильма. И практически в каждом фильме встречаются числа 16, 17, 26, 27, в том или ином виде, где, неоднократно. Или это ключевая рата события, или, скажем, такие числа фигурируют в номере об адресе, который указывается, ну и так далее. Вот тут я просто в качестве литературного примера привел несколько «Несколько цитат из разных фильмов». Вот, например, «Кит и меч» «Напокиня на автоколонну произошло на 17-м километрах и Берлинского шоссе». В другом фильме сказки «Мне о любви говорили 17 принцев». «На нас напали вражеские катера с номером 17». «На высоте 17 метров надо поставить ограждение». «За час вы видели 17 летающих тарелок». Это из фильма «Секретные материалы». «26 человек расстреливано, 18 копировано, 4 отправлено в кулаки». «17 раз повторите «Аву» по региону». «Мы использовали 27 лабораторных мышей». «27 лет прошло со дня старта коробля». Ну и так далее. То есть очень много таких примеров. И когда вот это все подвергается статистическая обработка, то вот эти числа 16, 17, 26, 27, они такими вот аномальными мигами выступают в любом числовом распределения у писателей. Писатели, сценаристы, надо нечем, а там от 3 до 5, если они встречаются, это намного революция. Да, то есть вот мы четко видим вот эту продукцию творческих ведущих на гомерных пунктах. Опять-таки я вот подчеркиваю, что у выдающихся писателей фигурируют числа либо 16, 17, либо 26, 27. То есть полная реализация вот этих вещей. А у тех, у кого это не реализовано, ну у них, мы их не знаем, но у них и не фигурируют на 10 числа. Условно поговорим. Так. А что я не знаю, к концу? Да. Мы, конечно, не все сказали, что хотели, тема была очень обширная, но мы еще отсылаем к нашим работам в пособии. Но я хочу на странице 38 обратить на момент на статью о 4-х функции. Это очень важная статья для понимания. Это статья о 5-х. терапинка. И она очень так советами писала особенности 4-х функций. Просто список сегодняшнего нашего семинара он заключается в том, что функции информационного метаболизма это не теоретическая схема. Это не значения марта. Это психи, органы психики, живые органы. А того, что они органы психики, они не представляют быть живыми. Софременная особенность. Софременная софременная